Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Путь» о православии и о нашей жизни. В студии автор-ведущая, журналист Белла Заседская в Крещении Мария. Наша программа выходит сегодня в удивительный, очень светлый и бесконечно радостный день, в день Воскресения Христова. Отчего же мы так радуемся в этот день? Что за повод такой? Вот об этом мы сегодня хотели бы поговорить с отцом Феодосием Нестеровым, настоятелем прихода храма Александра Невского по дворе Артемия Вергельского монастыря. Здравствуйте, батюшка! Благословите! Благослови Господи! Христос воскресе! Воистину воскресе! Дорогие друзья, небольшое предисловие к нашей беседе. Известный факт, что на протяжении всей истории человечества не было ни одного народа, который бы отрицал посмертное существование. Но, как свидетельствуют исследования в этой области, все эти представления имели характер предположений и догадок. Христианство принесло в этот вопрос определенность и достоверность. Более того, на протяжении двух тысяч лет христианство утверждает то, что в последние годы стало и достоянием науки. А именно, смерть тела не означает уничтожение человека как такового. Сознание человека себя как личности не прекращается с прекращением функций тела. Об этом в конце XX века были написаны многочисленные книги. Одна из наиболее известных — «Доктор Моуди. Жизнь после жизни», объединившая около полутора сотен свидетельств людей, переживших клиническую смерть. Можно привести пример также еще авторов доктора Элизабет Кюблер-Рос, автора книг о смерти и умирании, и смерть не существует. Мейерс — «Голоса на краю вечности», доктора Осис и Хоральдсона — «В час смерти», Ровстлинг — «За дверью смерти» и так далее. Православное понимание этого в свете современных открытий и учений отцов церкви изложено в книге ермонаха Серафима Роуза «Душа после смерти», который проанализировал большое количество самых разных источников, в том числе никак не связанных с религией, и утверждает, что именно православное христианство дает самую полную картину того, что называется «посмертной жизнью». Батюшка, возникает такой вопрос, что, знакомясь с фактами, изложенными выше, мы, по сути, слышим утверждение, что смерти как полного уничтожения человека не существует. И, по сути, это является фактом не частного христианского мнения, как можно было бы выразиться, а объективной научной картины, следуя тем источникам и тем утверждениям, о которых мы сказали выше. Ну, как сопоставить нам тогда тот факт ежедневного, в общем-то, тот факт того, что мы ежедневно видим умирание и смерть, и то, что утверждает христианство. Факты науки действительно в последнее время опубликованы, и клиническая смерть, восстановление после клинической смерти. Но ведь эти факты простираются на непродолжительное время. Сколько можно человека восстановить после смерти, его временной. А нас интересует все последующее продолжение существования за этим порогом. Научное познание, научное средство не простирается значительно далеко за порог смерти. Это уже область исключительно религии, то есть откровение того, что люди узнают иным, ненаучным путем. А поскольку это затрагивает нравственную жизнь человека и не оставляет равнодушным, то никакие научные открытия, даже самые убедительные, не сделают людей сторонниками веры в бессмертие, если они внутренне к этому не готовы. Господь говорит об этом в Евангелии. Если и мертвые воскреснут, не поверят. Если до этого не верили Моисею и пророкам, то есть тем свидетельствам, которые уже есть, в каждом человеке, кроме того, наверное, существует ощущение неумирания. На самом деле, вероятно, нас очень трудно убедить, что нас когда-то не будет. И каждый человек это как-то с детства чувствует, свое вечное такое. Тогда все становится очень страшным таким, наверное, терять смысл. Никто не верит в свое умирание. Хотя факт смерти, конечно, перед нашими глазами. Мы все, этот процесс надвигается, он происходит. Тысячи людей уходят в иную жизнь. Это один из ключевых, иными словами говоря, моментов сознания человека. И смерть эта всегда будет очень волнующим и краеугольным камнем нашего сознания. Батюшка, я полагаю, что мы в одной из своих будущих программ могли бы с вами побеседовать на тему, что же происходит с человеческой душой, которая оказывается за гранью, которую мы называем переход в вечность. А сегодня, поскольку сам день обязывает и предполагает говорить о воскресении, хотелось бы узнать, что же все-таки для нас значит та радостная весть о том, что Христос воскрес, смертью смерть поправ. Да, действительно, весь мир восклицает пасхальные слова радости. Многие из нас, наверное, в далеком детстве недумевали, когда взрослые мне рассказывали, зачем красят яички, делают пасху, кулич и что-то отмечают. Течение жизни продолжается своим чередом, ничего вроде бы вокруг не изменилось. Пасхальная радость все-таки это достояние внутренней жизни человека. Чтобы это откровение познать, стать причастным к пасхальной радости, надо проводить соответствующую жизнь. В этом, конечно, главная трудность. Просто так, походя, без борьбы с грехом со своим, без осознания, то есть без жизни по заповедям Божьим, человеку пасхальная радость будет, может быть, только в некоторой мере, как-то она коснется, конечно, может любого коснуться, но все-таки глубину, что такое пасхальное благовестие, потому что оно начинается здесь и сейчас. Не надо ждать смертного часа, чтобы вкушать бессмертие. Господь нам задачу ставит, чтобы причастникам бессмертия мы становились сейчас в этой жизни, сегодня, упражнялись в этом, чтобы вечные блага, о которых говорит нам Писание и церковное предание, становились для нас не легендой, не пустыми словами, а достоянием нашей жизни. То, что духовно, то, что свято, то, что присуще Богу, чтобы это также и нам было не чуждо. Тогда полнота, обретение, встречи будет впоследствии. Но если на земле человек не начал с этот путь, не начал вкушать дары, вот эти пасхальные, в том числе благовестия, то он чужой становится, к сожалению, проходит стороной мимо. Самая страшная потеря, самая страшная. Поэтому стул стучится, Господь пытается достучаться, но без насилия, без насилия. Поэтому не все мы слышим и не всегда слышим. Один и тот же человек может быть в разном состоянии духа и своего сознания. Вот что бы хотелось сказать, такую основную мысль о пасхальной радости, что она духовна, что она рядом с нами, и мы должны стать причастниками ее уже в нашей земной жизни. Батюшка, ну вот мы слышим бесконечное восклицание, что Христос воскрес, смертью смерть поправ. Вот в чем сущность Христовой жертвы? В чем ее смысл для людей? Да, смертью смерть поправ. Сейчас мы живем в состоянии Нового Завета. Весь мир уже давно, сотни лет живет в Новом Завете. Нам это стало привычно. Ветхозаветный человек смертью ужасался, вероятно. И не случайно в писаниях, во всех книгах Ветхого Завета практически о бессмертии человеку не сообщается. О дарах, о благах посмертного бытия порадовать человека было особо нечем. Всеобщая печать смерти, проклятие, со шести в ад, всякой души, праведной и неправедной. Это мы знаем из церковного предания, из нашего православного вероучения. Самое главное, что Господь разрушил средоточие смерти, разорил ее, силу, отнял у нее власть, что изображается очень явственно на иконах греческих, древних, разрушения ада. И после этого смерть, как уничтожение, как тягостное, безрадостное существование человека после перехода в бессмертие, она прекратилась. А начинается заря новой жизни, Пасха нетленная, святая радость, благость, радость о Духе Святом. Все, что перечисляют нам отцы Нового Завета, для них это была уже реальность совершенной в этой жизни. Они в этом состоянии жили. И это нескончаемо. Это даже уму непостижимо. То есть Господь приглашает нас, призывает к непрекращающейся радости. На Земле-то эта радость, когда мы ее испытываем несколько минут или часов, она крайне утешительна для нас. Просто удивительна. Мы хотим продолжить это состояние. Там же нам предлагается жить в этом без перерыва, не прекращаясь. Совершенно непостижимые для нашего сознания вещи. Но, конечно, есть и условия, есть определенные необходимые обстоятельства для человека. Почему далеко не так очевидно. Как бы хорошо все бы радовались, но если мы не выполняем эти условия, радость эта для нас становится абстрактной, непонятной. Мне кажется, батюшка, чтобы яснее понять ту жертву, которую принес Христос за человечество, образ второго Адама, который встречается в Евангелии у апостола Павла, этот образ объясняет очень значимую для понимания вещь. Не могли бы вы это рассказать, прокомментировать? Вот если мы откроем послание к римлянам апостола Павла 5 главу, то мы прочитаем довольно обстоятельно и подробно. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдую одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Христос совершенно особая личность, совершенно непостижимое явление в жизни человечества. Христос это явление радикальное, можно сказать, бескомпромиссное, разделяющее мир на до Христа и после Христа, на мир, принимающий Христа и не принимающий Христа. В христианстве нет такой размытости, оно действительно радикально, оно действительно бескомпромиссно в этом отношении. Что сделал для нас Бога-человек Христос, понять может только человек, очищающий себя, стремящийся к праведности и которому не чуждо понятие святости, очищающую свою душу. Только святые люди плакали у Креста Господня, понимая, что сделал для нас Бог, какова его жертва. Бог унизил себя, сошел в этот мир, совлекся своей необыкновенной славой и достоинством и прожил, трудно даже это представить нашему разуму, более 30 лет, 33 долгих года на земле с людьми в состоянии непостижимого смирения, крайнего убожества, такого уничиженности, кинозис, говорят греки, схождение, уничижение Бога. С одной стороны, это требование Отца, чтобы человеческий грех был уврачован же человеком. Великая тайна Креста Господня и искупления Христова. Понятие искупления это краеугольный камень богословия нашего. С разных сторон к нему подходят, приближаются. Но в центре этого, конечно, сам Христос, его богочеловеческая личность, его действия. Очень важно, что воля человеческая проявила себя. Адам не послушал Бога в раю, согрешил и отпал от общения с Богом. Христос как человек по своему человеческому естеству. Своей человеческой волей был послушан до конца, до смерти крестной, как апостол Павел пишет, смирил себя до самого последнего состояния, до крестной смерти. Во всем послушано Отцу. Именно этим беспредельным всецелым послушанием Господь совершил этот подвиг, эту тайну и сам в себе исцелил всех нас. обновил естество человеков, дал ему новую жизнь, возвел его в достоинство царское. Вот эти все понятия великие, большие, они в христианстве настолько человека поднимают высоко, настолько прославляют, что ни в какой иной религиозной системе ничего близкого нет. нету. Бога человек осветил сам в себе все наше естество до конца полностью и сделал возможным приобщение нам. Надо также отметить, что Христос воплощении, как учит отцы и наше вероучение, восприял наше тленное тело, как отцы говорят, во всем подобное нам, кроме греха. Только грех не восприял, ни наследственный, ни своих личных грехов не имел. Князь мира сего не имел в нем никакой части, то есть никакого греха. Но тленность, смертность, ограниченность естества он полностью понес на себе и священное писание Нового Завета со всей полнотой открывает нам человеческую его жизнь, что он уставал, утомлялся, плакал, нуждался в пище, нуждался в подкреплении сил. Господь рисковал, можно сказать, он пошел на очень крайнюю такую степень. Как бы поступила человеческая воля, это действительно был человеческий подвиг, все было не предопределено, это человеческий подвиг личности Христа, его человеческой воли. Он был послушан до конца Богу Отцу, он привел в согласование свою человеческую волю с волей Божией, с волей Отца, с волей даже Сына Божия, со своей божественной волей, и был в этом верен последовательно до конца. Конечно, Господь мог сойти с креста, мог хлебы, камни сделать хлебами, Господь все это мог делать, но точностью до последней черты, до последней капельки все это пережил, прожил, и вот полноту этого подвига понимали только святые. Они изумлялись, плакали, и были безмерно благодарны Богу, что он для человека все это сделал. Батюшка, а вот какие качества получило, были дарованы человечеству, получило человечество после вот этой жертвы Иисуса Христа? И продолжаю, такие откровения, такие тайны, что Господь сделал для человека, но почему же мы-то как-то не очень понятно живем, и нет этого всеобщего ликования, нет всеобщего торжества, Пасхи, бессмертия, даров Божьих, не всегда мы их видимых, их еще надо рассмотреть в жизни человека. Главное, единственное условие, что человек добровольно присоединяется к жертве Христовой, как мы называем к этому подвигу, человек может стать причастным обновленного, обоженного в себе самом естества человеческого, то есть начать исцеляться, выздоравливать духовно, готовиться к бессмертию. если Господь ничего не найдет своего в человеке, то бессмертие страшно чужое, непричастное божественной жизни, самое страшное, самая невероятная потеря для человека, блеснет царство небесное, как заря утренняя, и человеческая душа начнет до конца вдруг осознает, что это все не для тебя, ты все потерял, это невероятная потеря, страшнее которой быть не может, но сейчас мы об этом только призрачно понимаем, и вот Господь говорит, кто любит меня, заповеди мои соблюдет, он много раз повторяет, не всякий говорящий мне Господи, Господи угоден мне войдет в жизнь бессмертную, но творящий волю мою, и подчеркивает это, творящий волю мою, по делам, вот это, конечно, трудность для человечества, для взрослого человека, мы хотим часто существования автономного, независимого, свободы, Господи, не беспокой меня, Господи, не тревожь меня, дай мне пожить самому, а Господь распахивает объятия, всеобъемлющую любовь приглашает, всего человека приглашает, ничего не оставляет нам такого своего, но зато охватывает нас такой любовью, такой теплотой, что человеку ничего другого бы и не надо, но воля человеческая священность для Бога, человек имеет такую власть, что может самому Богу сказать, нет, я не буду, не хочу быть с тобой, это страшный ответ, но у человека есть такая власть, поэтому вот так, с таким достоинством мы возведены, поставлены, поэтому только при согласии, при упорстве, добровольном таком усердии человека, мы, конечно, начинаем вкушать эти дары, пасхальная радость для нас, плоды пасхи для нас становятся ближе, отчасти своими уже, родными, и для нас это все уже становится не просто писание или разговор о чем-то, а сама жизнь. Батюшка, ну вот я, когда готовилась к нашей программе, читала много источников различных, и мне встретилась вот такая точка зрения святоотеческая, что человек необыкновенным образом должен измениться посредством той жертвы Христовой, которая была принесена, получить духовное тело, но речь, конечно же, идет об этом даре, который уже последует за чертой, которую мы преодолеем, именуемую смерть, но тем не менее, вот этот дар духовного тела, что это значит для нас? Хочется отметить такую мысль также, что не Бог меняет отношение к человеку, хотя мы в Писании услышим, что Бог гневается, ярость Божия, но человек отворачивается человек становится непричастным и поскольку Бог не имеет никакой перемены и если Писание свидетельствует, что Бог есть свет и Бог есть любовь, то он всегда есть свет и любовь, то человек своим непослушанием, своим несогласием эту любовь начинает воспринимать как огонь попаляющий, мучительный, который сжет нас. И вот без изменения состояния жизни человека в отношении с Богом не восстанавливается. Господь всегда готов открыть объятия нам, но мы должны изменяться. И вот в этом состоит ключ как раз, что жертвы Христова способны нас изменить, и мы тогда будем способны к продолжению общения с Богом. А духовное тело это конечно великая тайна, откровение, радость. Позволим прочитать снова Писание Нового Завета пятнадцатая глава первого послания Коринф удивительные чудесные слова. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении восстает в нетлении, сеется в уничижении восстает славе, сеется в невощи восстает в силе, сеется тело душевное восстает тело духовное, Есть тело душевное, есть тело и духовное. Но не духовное, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. Каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Господь по воскресении Своем первой ученикам Своим явил вот это новое прославленное тело. После своего подвига, полноты человеческого участия, борьбы, страдания непостижимого, слез, мучений, Господь получил по воскресении новое бытие, естества человека. И только из Священного Писания мы знаем эти свойства, что Господь показывал, что он все-таки плоть, что он имеет кости и тело. Апостолы отказывались, воспринимали его воскресшего, там слова встречаются, удивлялись, чудились, продолжали не верить. Такое было изумление, такое было невероятное воздействие вот этого нового прославленного человечества Христова. Он являлся неожиданно, несколько явлений таких описано в последних главах Евангелия, проходил через твердые препятствия. И отцы, конечно, пытались понять эту тайну. Мы же в символе веры исповедуем, что ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Наше сознание скользит, оно не охватывает. Слишком это невероятно для нашего современного бытия. Конечно, мы этого представить не можем. Но это наше будущее. Если мы называем себя христианами, мы должны помнить, что нас ожидает всеобщее воскресение мертвых. Не только людей верующих или православных, или кого-то еще, а всеобщее, всех, когда-либо живших на земле. И вот Господь будет оценивать человека по его расположению сердцем, по его делам на земле. Потому, как у Григория Богослова есть такая мысль, что Господь оценивает душу, как, если бы она повела, как бы себя человек повел себя на улицах Иерусалима в одни жизни Христовой. Был бы он с ним, или был бы среди его противников. Господь сердцеведец видит наше состояние, нашу душу. Нас отделяет время, столетия. Но вот это вот духовное тело, как отцы говорят, наследует в себе следы нашей жизни, последствия. Как Господь нес на своем теле раны от гвоздей, от копья. Апостол Фома трогал их пальцами, вкладывал туда свою руку. Это следы его подвига, следы его величайшего напряжения. Так вот, каждый человек тоже будет следы своей жизни. Они откроются, как у нас говорят, на лице написано. Вот когда человек грешит, отчасти это видно по нему, по его облику, глазам, по лицу. Меняется, обращается, обращается образ человека. Когда он работает над собой, свет светлеет, его самое ликовое лицо даже меняется. Мы тоже это замечаем. Но в бессмертии это будет явным образом. И ничего не скроешь, все будет открытым. В этом, поэтому, страх, величие и грозное признавинование. И радостное одновременно. Потому что это бесконечная, бессмертная радость. Вот христианин призван к таким великим обетованиям. Повседневность их затирает, конечно, постоянно. И мы как-то вяло это не вспоминаем, не работаем, может быть, в должной мере. Но именно так, именно никак по-другому. Первые христиане горели пасхальной радостью. Она для них была повседневной. Они готовы были молиться всю ночь. Они ждали Христа вот сейчас и здесь уже и сегодня. Батюшка, ну вот, готовясь опять-таки к нашей передаче, я у святых отцов встретила такую мысль, что даже вечные мучения, они не будут вечными. То есть настолько велика любовь Господа к нам, к людям, что даже вот эти вот гиенские муки когда-то возможны. Ну, мы можем опираться только на то виручение, которое нам передано. Хочется, очень хочется всякой душе человеческой, конечно, такого спасения, избавления. Но мы что имеем? Краткие, строгие, скупые слова Писания. Есть подобные мысли у отцов, но есть еретическое учение, может быть, склонившееся в ересь по этому вопросу. Но здесь целомудренно и осторожно можно. Мы слышим слова Писания. Идут сие в муку вечную, а сие праведницы в радость вечную. А что такое вечное, нам же очень трудно объяснить. Для нас этого опыта совсем никакого нет. Это ведь не какое-то течение, некое состояние. Для вечности это для нас слова. Мы не можем проникнуть в эту тайну. Господь нам сказал, Он педагогически нам открыл, что не дерзай простираться своей мыслью. Он явным образом открыл, что Он любит всех. Что Господь есть любовь, крайняя любовь. Но Господь и свят, Господь и праведен. Господь не может быть иным, чем Он есть. Он открыл нам свои свойства. Поэтому мы должны все это учитывать. Не скатываться, так сказать, в беспечность, с одной стороны. А с другой стороны, не унывать. И не отчаиваться, что мы, мол, не спасемся. Это не для нас. Крайности всегда опасны. Это поле, на котором действует враг. А средний такой воздержанный, целомудрный путь. Что сказано, то сказано. Как мы можем понять? Чтобы мы были бдительные, внимательные, напрягались. Чтобы мы трудились. Чтобы мы не забывали. А уж Господь, как любящий Отец, Он найдет все способы оправдать нас, если мы поможем Ему, так сказать, именно поможем самому Богу оправдать нас. Потому что Господь хочет нас оправдать. Об этом все отцы говорят. Хочет нас помиловать, прославить. Но мы, чтобы не сильно хотя бы мешали этому. Отец Феодосий, ну вот уже завершая нашу беседу, может быть, несколько фактов исторических, подтверждающих воскресение Христова? Наверное, сколько бы доказательств не было, все равно будут люди делиться на верующих и неверующих. С научной точки зрения обоснований воскресения Христовых много. Много. Есть и светские историки. Вот мы можем перечислить. В семинарском курсе об этом говорится. Например, письмо правителя Вифинии Плиния-младшего императору Трояну, где очень обстоятельно, подробно рассказывается о обнаружении им христиан, и что христиане, настоящих христиан, нельзя принудить ни к одному из этих поступков. То есть призвать богов, совершить перед изображением императора жертву ладаном и вином, христиане воспевают Христа как бога. Есть такие слова удивительные в этом послании. Также известны труды историка Тацица Публия, иудейского историка Иосифа Флавия. Об этом все давно изучено, известно. Но прежде всего надо назвать самих апостолов, самих апостолов и авторов Нового Завета. Когда мы читаем книги Нового Завета, мы видим, что они необычные. Они действуют на нас особым образом. Не доверять апостолам нет никаких оснований. Это реальные люди, которые были свидетелями. Если мы честно, беспристрастно изучаем Новый Завет, он, безусловно, ставит нас перед выбором. Воскрес Христос. Если изучать так вот, беспристрастно. Но беспристрастно-то мы не можем изучать. У нас накладывается наша личность. А наша личность часто не соглашается с этим. Не хочет принять такого бога. Отказывается послушаться такому богу. Поэтому мы всячески ищем, что нет, это не для нас. Мы не хотим об этом слышать. Так же, как это было в первом и последующих всех веках. Свидетельства апостолов яркие, убедительные, индивидуальные, авторские. Слово Священного Писания всегда действует особым образом. Об этом все поколения христиан свидетельствуют, знают. Каждый из нас, кто читает Священное Писание, на себе может это прочувствовать. Что это совершенно необычная книга. Вот мы будем стоять перед таким фактом. И вообще, Господь очень радикально в себе, о себе говорит в Новом Завете. Мы же слышим такие слова. Верующий в меня будет иметь жизнь вечную. Верующему в меня дам бессмертие. Никто не придет к отцу, как только через меня. Все мне дано отцом моим. Никто же знает сына, только мой отец. Не отца, кто знает, только сын. Только сын. Очень категоричные выражения о себе Христос открывает нам в Новом Завете. И если человек не верующий во Христа, эти выражения будут глубоко возмущать. Не может простой человек так говорить о себе. Безумие совершенное. Тогда встается факт, что он там обманывал. Что это такое? Поэтому Новый Завет, меч острый. Он взрезает каждую человеческую душу. Недаром Господь говорит, буду судить по-евангельскому. Свидетельству, благовестию. Вот хочется такие вот сильные свидетельства назвать. А уж, конечно, человек будет так же, как начало жизни. Это проблема, которую как бы не доказывала научность. А живой, неживой можно давать ему жизнь. Нельзя давать жизнь. Останутся такие же вопросы. Батюшка, я вас благодарю от всей души, что вы нашли возможность поучаствовать в нашей программе. И надеюсь, что наши встречи в этой студии продолжатся. Дорогие телезрители, согласитесь ли вы со мной, что иногда какие-то вещи начинаешь понимать яснее и ясного. А потом эта частота понимания куда-то уходит. Вот этот день – это событие вселенского масштаба, светлое Христово Воскресение. Оно яснее и ясного говорит нам о том, что смерти нет. И душа человека, верующего, ощущает это совершенно. Смерть тела не означает уничтожение человека как такового. Более того, исцеленный Христом человек призван к такой торжествующей жизни, которую, как говорится в Евангелии, не видел того глаз, не слышало уха и не приходило тон на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. И поэтому во время сорока дней пасхального торжества по всем храмам гремят ликующие набаты и возглашается, что есть силы – Христос Воскресе! Христос Воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok